добрый день у меня воскресный обзор готового изделия и это у меня последняя серия посвященная мантии по выкройке от кристины юсуповой я наконец ее победила самая главная проблема была в том что я взяла не ту ткань которая рекомендовала кристина у меня был футер двух нитка а нужно шить минимум из трех нитки а лучше всего из футера с начесом дух нитка она очень мягкая она очень пластичная и она не держит форму и футер и в изделии она обвисает и выглядит не так как на фотографии на картинке поэтому что мне пришлось сделать мне пришлось шить подкладку стеганую с флисом я выкроила подкладку простегала ее с флисом потом осноровила подрезала аккуратненько и собрала она такая подкладочка она теплая она очень удобная и она стала каркасом каркасом для всего изделия поэтому футер уже стал обвисать меньше вот пожалуйста спинка и она смотрится очень даже прилично но проблема была на полочках как только я пришел молнию полочки стали провисать здесь появились складки здесь появились заломы и как я не старалась я старалась натянуть вот сюда увести лишние лишний футер но у меня не получалось в итоге что я сделала я молнию выпорола и продублировала обе полочки вот эту часть и вот эту универсальным дублерином универсальный дублерин он очень плотненький такой и поэтому теперь полочки держат форму и изделие выглядит очень очень прилично манжеты я делать не стала я просто загнула футер внутрь и аккуратненько потайными стежками пришила его к подкладке тут тоже подкладка держит нужную мне форму чтобы футер и подкладка не разъезжались я закрепила внутри на плечевую на плечевых швах футер и подкладку и капюшон вот здесь вот по шву внутри тоже внутреннюю внешнюю часть капюшона друг другу аккуратненько ручными стежками пришила я сегодня носила уже эту мантию на улицу было всего плюс восемь и мне было очень комфортно особенно комфортно то что мантия на подкладке потому что подкладка не цепляется за одежду которая под мантией и в то же время поскольку она на флисе еще это и тепло и 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